Не конфликтом, а самым настоящим кризисом назвал ситуацию на востоке Украины спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер. По его словам, главной проблемой на пути достижения мира является Россия, которая отрицает свое участие в конфликте. Россия продолжает отрицать свою роль в конфликте. Именно это является причиной того, что конфликт сложно разрешить с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет никакого отношения к силам, которые она создала, которыми руководит и к правительствам сепаратистов. В Кремле неоднократно отрицали свое прямое участие в конфликте, как и присутствие войск. Об этом на прошлой неделе в очередной раз заявил Владимир Путин. Российской армии на территории Донбасса нет. Но там действительно созданы определенные военные, милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Несмотря на подобные заявления, США не сомневаются, что конфликт на востоке Украины – это не гражданская война как таковая. Об этом накануне заявила представитель Госдепартамента Хизер Найерд, отметив, что созданные Россией так называемые республики не являются легитимными субъектами. Соединенные Штаты призывают Россию положить конец атакам на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелое вооружение с суверенной территории Украины и согласиться на присутствие там масштабной миротворческой миссии ООН. Бывший заместитель главы оборонного ведомства США Эвелин Фаркас также считает, что мира в Донбассе можно достичь с помощью развертывания миротворческой миссии ООН. Все зависит от деталей размещения миротворческой миссии. Обнадеживает тот факт, что международные сообщества вместе с российской и украинской стороной обсуждают такую возможность. Необходимо разоружение, необходимо укрепить российско-украинскую границу. За ней необходимо наблюдать, особенно с российской стороны. Помимо этого, миротворческая миссия ООН сможет решить и другие задачи, отмечает бывший посол США в России Александр Вержбол. Это разминирование, восстановление экономики региона и создание администрации переходного периода. После установления военизированных варенеточных режимов в Донбассе и пропагандистской кампании о фашистах и националистических вооруженных группах, восстановление украинской власти будет воспринято неоднозначно. Необходимо действовать шаг за шагом. Сепаратисты России выводят свои войска. Международная администрация восстанавливает правопорядок и судебные институты. Работают над предотвращением возможных столкновений между теми, кто возвращается домой, и теми, кто проживает на оккупированных территориях. Эксперты также отмечают, что необходимо усиливать давление на Россию, в том числе и с помощью санкций. Заявление Кремля о том, что санкции не действуют, это попытка выдать желаемое за действительное. Санкции помогли Украине лучше оказать сопротивление российской агрессии. Мы не слышим больше заявлений о Новороссии. Санкции вынудили Россию действовать в рамках Минских соглашений, хотя они и имеют ряд недостатков. В этом документе, на который согласилась Россия, отмечается, что конечной целью является суверенная Украина с ее восточной границей, признанной международным сообществом. Эксперты отмечают, что не стоит ожидать прорыва в минских переговорах и принятия окончательного решения о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе до президентских выборов в России, которые пройдут в марте 2018 года.